Вот, пошла Отлично Значит, следующий сюжет Мы переходим к парадигме стокастических регрессов Первое, с чего я хочу начать С того, чтобы сказать, что какой тут основной инструмент Ну, основные инструменты работы тут Это условно-матическое ожидание Я такой, например, W При условии какой-нибудь Z Это первый инструмент работы Это условное математическое ожидание Ну и, пожалуй, может быть еще Опять же, те же самые климы Но теперь уже действительно будет выборочная дисперсия В пределе она будет стремиться к настоящей дисперсии Поэтому здесь действительно у нас будет сэмпл Опять напишу Выборочная дисперсия Выборочная дисперсия Ну, неважно, выборочное что-нибудь Выборочная дисперсия Тут у нас, ну, при некоторых дополнительных предпосылках И то, что у нас стокастический регрессор Значит, всегда так Здесь какие-то предпосылки будут Вот, она будет стремиться к истинной дисперсии Так, хорошо Ну, поехали сначала Я хочу вот с этой штукой, чтобы мы научились работать Потому что у меня сложилось потащить, что она как-то проходится в спешке немножечко И все могут посчитать ее Так, ну, я сначала дам некое формальное... ну, некое... Слушайте, а кто может своими словами сказать, что такое E от W при условии Z? То есть у меня W — это случайная величина И Z — это случайная величина Что это за зверюка? E от W, B и Z? Это... ну, A... Z у нас здесь метод? Необязательно Это тоже случайная величина, а зависит от Z Да, значит, первая хорошая мысль Значит, первая мысль Что делать определимый надобег Ну, потихоньку, пока интуицию забить Да, и потом формальное определение напишем Интуиция Значит, первое, что нужно понимать Что у нас есть разные мат-ожидания Обычное мат-ожидание от W — это константа То есть, когда вам сказано, что там, не знаю, W — там, экспоненциальное расцепление С параметрами, там, такими, такой-то констант Устанавливать мат-ожидание и получить константу Еще есть мат-ожидание от W при условии, что какое-то событие произошло Вот это случайная величина Вот это событие Вот этот объект — это тоже константа А вот этот объект — это W при условии Z, когда здесь случайная величина и здесь случайная величина В общем случае, у вас на выходе получается тоже случайная величина То есть, во-первых, что это за объект? Это тоже случайная величина То есть, если мы обнаружим, что… Ну, мы можем уже сказать, что мат-ожидание W при условии Z имеет анальное распределение Ну, вполне возможно Или там мат-ожидание W при условии Z имеет распределение Пуассона Может быть, то, что я буду более интересовать, это отличная величина Это первое основание Хорошо, что это такое? Мне интересует вот это вот Значит, ну, я не буду строго рассказывать с позиции уж совсем теории меры Но на таком хорошем, ну, довольно высоком уровне строгости я дам определение То есть, оно будет отличаться от совсем формального, но одним маленьким словом Значит, первое E от W при условии Z — это некая действительно функция от Z Причем второе требование Ну, мы пока интуитивно рассуждаем, что H от Z — это такая Это наиболее похожая на W функция от Z Вот так это будет практически совсем идеально То есть, я ищу такую функцию от Z, которая лучше бы всего предсказывала W И осталось дальше определить, в каком смысле это наиболее похоже Это будет не гематичный совсем наиболее похожая Но интуиция точнее вот именно такая Ну, в частности, даже такая простая интуиция позволяет нам находить какие-то простые условные мат-ожидания Например, чему равно мат-ожидание от косинуса Z при условии Z? Какая функция от Z сильнее всего похожа на косинус Z? К косинус Z Ну, казалось бы, ничего, а уже интуитивно можно находить какие-то штуки Ну, потому что мы ищем такую функцию от Z, которая лучше всего приближала бы вот эту случайную величину И понятно, что в этой ситуации можно достигнуть идеального приближения Ну, давайте дальше пойдем чуть более формально Хорошо, в каком смысле наиболее похоже? Ответ следующий Что если... Если... Вот, уточняем вот этот смысл наиболее похожести Ну, и потихоньку сейчас даже будем до настоящего обновления Если E от W при условии Z это H от Z И есть какая-то произвольная другая функция от Z Давайте ее назовем... Ну, давайте A от Z назовем... Ну, пока это... Произвольная другая, альторная, или, можно сказать, аторманная Вот, это другая функция Z То и A от Z произвольная Произвольная функция То математическое ожидание от W минус... W минус H от Z в квадрате Да? Должно быть каким? Ну, должно быть, если не сравнивать с мат-ожиданием от W минус A от Z в квадрате То кто должен быть больше? Ну, где A? Да, ну, это ошибка, это непохожесть W на H от Z То левая должна быть меньше или равна правой То есть если я беру условное мат-ожидание То мат-ожидание квадрата ошибки Да, если вот это назвать ошибкой То есть непохожестью W на прогноз То когда я использую мат-ожидание условное Я должен получать этот формальный критерий В каком смысле наиболее похожий То есть мы подбираем То есть мы... Ответ такой Как найти H от Z? Спроси, спроси Это какой-то аналог дисперсии, да? Это в каком-то смысле да Да, сейчас все увидим В каком-то смысле это действительно аналог дисперсии Только здесь расположено быть не константе, а функция от Z Да То есть по-хорошему мы подбираем Подбираем H от Z так Чтобы величина W минус H от Z в квадрате То есть если рисовать графически, потому что это очень важная компетация Вот если у меня есть случайная величина На дубль В Случайную величину я просто обозначаю палочкой со стрелочкой Нормально? Угу Вот А вот здесь вот все возможные Вот здесь вот все возможные функции от Z То есть вот это случайные величины, которые можно выразить через Z Вот Ну то есть вот здесь лежат какие-то величины типа Z квадрат, там косинус Z Не знаю, 1 на синус квадрат Z плюс 7 То есть вот здесь лежат все случайные величины, которые можно выразить через Z Вот И мы То тогда Самая похожая на W Функция от Z То есть она где-то вот здесь вот лежит Самая похожая проекция Мы ее будем называть E от W при условии Z Окей? То есть самую похожую, а в каком смысле самую похожую? Которая минимизирует вот такое вот квадрат расстояния Квадрат расстояния между случайными величинами Которая минимизирует Которая минимизирует Угу А мы хотим любую, даже у которой монтаж дань у квадрата вот нету Мы хотим такую тоже брать, уметь условное монтаж дань Поэтому формальное определение, оно следующее Формальное определение, оно такое Формальное определение Формальное определение Значит, первое Мы Функцию Функцию H от Z Назовем Назовем Условным Математическим Ожиданием Е от W При условии Z Если Для любой А от Z Мат Мат Ожидание от H от Z помножить на A от Z равняется Мат ожидания от W В Это страшно Формальное определение Сейчас мы поймем, почему это разумно Сейчас мы поймем, почему это разумно Функцию H от Z Назовем условным Мат ожидания случайной величины W При условии Z Если какую-то другую функцию я не взял Мат ожидания H от Z равном от ожидания Дубль В Сейчас будет Откуда это взялось Значит, еще раз Откуда это Это формальное определение Давайте Мы скажем Я поясню Откуда оно взялось Потому что так Оно немножко Наверное Ну, ладно Я тогда в следующий раз Не достану Потому что Как надо было Рассказать Надо было рассказать так Я понял, как надо было Рассказать Надо было сказать Так Есть у нас случайные величины И мы на них можем ввести геометрию То есть мы можем сказать Как мы считаем длину Геометрия на случайных величинах Ее можно ввести по-разному Чтобы определить геометрию Нам надо сказать Как считать длину Как считать углы Согласны? Если мы скажем Как считать длину Как считать углы То все Мы можем там Теренки формулировать То есть надо сказать Как считать длину Как считать углы И оказывается Что для того Чтобы считать длину И считать углы Достаточно сказать Как считать скалярное произведение Потому что у нас есть Ну то есть В смысле такая Геометрия Ну если таким совсем Примитивным языком Это должно быть Есть какой-то Набор формул Для Как считать углы Углы И как считать длину Если мы умеем считать Угол между двумя Любыми случайными величинами Если мы умеем считать Длину любой случайной величины То у нас есть геометрия Вот И если вы помните Школьную геометрию немножко Там был такой факт Что Вот Длина Какого-то вектора В Да В квадрате Это есть скалярное произведение В На В Помните? Нет? А Скажем Косинус Угла Между двумя векторами В и Ну В1 Нет Ну давайте В1 и В2 Как посчитать Косинус угла между двумя векторами Какой был способ Отношения Можно взять Скалярное произведение В1 и В2 И что сделать? И поделить На корень Да? Да Из чего? Ну В1 и квадрат Да Скалярное произведение В1 С В1 На В2 С В2 Нормально? Вот Получается Что если я сказал Как я считаю Скалярное произведение То автоматом Я сказал Как я считаю Длины И автоматом Я сказал Как я считаю Косинус угла Поэтому осталось Сказать А давайте говоримся Как мы считаем Скалярное произведение Между двумя случайными величинами Два популярных Скалярных произведения Которые задают Которые задают две геометрии Популярных на случайных величинах Это Значит Значит И тут оказывается Одна Две популярные геометрии Значит Две популярные геометрии Между случайными величинами Тут многое Можно две Можно больше Значит Две Две популярных Геометрии Одна геометрия Это мат ожидания произведения Я скажу Что Скалярное произведение Между случайными величинами Дубль В и З Геометрия 1 Это есть просто По определению Мат ожидания Дубль В помножим на З И вторая геометрия Это я скажу Что скалярное произведение Двух случайных величин Дубль В и З По определению Это ковариация Дубль В и З Ну давайте найдем Такое маленькое упражнение Вот у меня Пусть будет Какой-нибудь закон распределения Двумерный Дубль В и З Ну пусть они принимают Значение 0 1 Они принимают Значение 1 И минус 1 И вероятность Здесь равна 0,1 0,2 0,3 0,4 Найдите соответственно В геометрии 1 Найдите То есть это два разных закона? Да, это две разных геометрии Я могу использовать такую геометрию У меня будут получаться Одни геометрии Я могу использовать другую геометрию Будут получаться Другие геометрии Геометрии Два способа посмотреть Ввести геометрии На случайных величин И достоинство То, что Когда мы Это сделали На халяву Всю мощь Настоящих Девятиклассников И девятиклассниц Как только мы Вот это сказали Можно в рамках этой геометрии Сформулировать теорию пифагора И она будет верна Можно в рамках этой геометрии Прosium там Теория пифагора И она будет верна То есть БА! И вся мощь Девятого класса Она с нами Давайте начнем. Чтобы мы почувствовали, давайте упражнение 1. Упражнение 1. В геометрии 1 найдите длину случайной величины W и косинус угла между W и Z. В геометрии 2 найдите длину случайной величины W и косинус угла между W и Z. Это первое упражнение. Второе упражнение. В геометрии 1 сформулируйте теорему Пифагора в геометрии 2. И скажите, йо-май-дай. Дальше надо сказать, йо-май-дай. Йо-май-дай. Это следующее. То есть первое упражнение. Просто почувствовать, ну как считать длину случайной величины? То оказывается, вот, пожалуйста, способ считать длину случайной величины в косинус угла между W и Z. Логично, чем все величины. Что? Это действительно ли у нас сейчас выречен? Не-не-не. Всего. Соснава. Ну что, поехали? Кто готов? Значит, вот две популярные геометрии случайных величин. А потом я просто скажу, ну здесь мы работаем в рамках первой геометрии. И упражнение на дом, упражнение на дом, взять любой геометрический факт, ну, некий, который вы помните, там, теорема Фалеса, там, что-нибудь, и перевести ее к теории вероятности. Упражнение на дом, автор самого красивого факта получит какой-нибудь бонус. Что еще раз, пожалуйста, про бонус? Про бонус. Значит, надо взять некий факт любой, попробовать, ну, короче говоря, надо найти какой-нибудь красивый факт из геометрии, который из школьной, который будет, ну, надо попробовать вот в этот язык перевести, ну, то есть попробовать взять некий факт из геометрии. Вы не раньше, какие были факты? Не, попрощай, мне раньше, пока что будет что-нибудь такое вот, не знаю, теорему синусов, взять, теорему косинусов сформулировать там, где он просто проспорт будет, теорему Фалеса какую-нибудь, ну, там, или, что? Что-то, теорему косинусов. Ну, это то, что там, параллельные прямые, отсекают на сторонах угла пропорциональные отрезки. Или что-нибудь про окружности, что вот там, если, ну, там, посмотреть угол, который опирается на диаметр окружности, то он равен сколько угол, который опирается на диаметр окружности? Половина, наверное, будет. Так, да, верно. Да, поэтому, вот, перевести этот факт на язык теории троя, если что он будет означать там, в первой геометрии, в второй. То есть взять факт из геометрии и перевести его, перевести на язык теории вероятностей. Ну что, кто уже посчитал длину W, длину W в первой геометрии, длину W во второй геометрии? Ну что, кто посчитал? Просто, ну, просто на расчет монтажа ДА. Меньше ты, монтажа ДА, посчитать длину W. Сколько? Ну, давайте, значит, поехали. Кто-то может, кроме... Это у нас столько людей на май. Что, нужно просто посчитать длину? Да, просто посчитать длину. Денис, блядь, Саша. Саша, извините. О, кстати, Саша. Я совершенно не нужен ваш специал. Я просто хочу запоминать. У меня тут есть передача после хоромона. Только, Саша, рассказывай. Да, ну, значит, скалярное перевознение W и W это матраждание W в квадрате. Да, в первой геометрии это просто матраждание W в квадрате. И понятно, что длина не выйдет отрицатель, да? Да. Значит, 0 на... Да, вот, и, соответственно, длина равняется... Ну, да, если бы длина W словами не было бы... Да, длина W равняется, получается, корень из 0,7. Да, да, давай словами напишем, чтобы не вводить какое-нибудь еще одно значение для длины. Потому что там модуль нехорошо писать, потому что модуль случайно начинает все-таки ее абсолютное значение. Да, вот длина с чиновничной корень из 0,7 была бы такая, если бы не таки. Можно пощупать длину случайной величины. Понятно? Нарисовать их. Да, Саша, правильно. А, получается теперь до Z, да? Нет, косинус W и Z, посчитаем. А, как посчитать косинус, то есть угол между случайными величинами? Получается делим просто... 0,7 на 0,6? Нет, сейчас мы делим скалярное... Ну, по форме для косинуса, это школьные формулы. Надо взять скалярное произведение. Да, W и Z и делить на, соответственно, длины. Говорили с 0,7 на... мы еще не посчитали. На конец. Ну, 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 ну. Давайте найдем длину Z, получаем скалярное произведение Z и Z. Так, в первой геометрии, да? Да, пока в первой геометрии. А потом то же самое в второй геометрии. Это E от Z в квадрате. Кваду в квадрате. И это получается просто 1. E от Z в квадрате? Да, согласен. Потому что она такая вот. Только единичество принимает. 1 и 1. А, сейчас. А. Но она принимает 1 с вероятностью 0,4 и 1 с вероятностью 0,6. Вот. Тогда длина тоже получается просто 1. Да нет, ребята, мы задали скалярное произведение. Значит, мы задали длину. Вот, ну теперь осталось найти скалярное произведение B и Z. И это просто мат ожидания от B и Z. Случайная величина B и Z принимает значение 0,1, минус 1. С вероятностью 0 принимается к квадрату не равно 0. А это не только метрики, мы умножим отмечать свойства метрики. Это должно быть неотрицательным. У нас неотрицательный метрики. Ну да. То есть просто при данном метрики. О, нет, 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 она никогда не будет. Эспектричен квадрата всегда будет отмечательным, но когда мы извлечем из него корень, тоже будет неотрицательным. А метрики, если... Ты хочешь сказать, что надо проверять, что от точки до точки совпадает? Точнее, если расстояние от точки совпадает, то расстояние меньше дними, но у нас получается от V до V. Ну, посмотри, расстояние от V до V, то длина чего? Это длина W минус W. Длина W минус W. Все нормально. Ты путаешь длину конкретных векторов и расстояние между кончиками двух векторов. Чтобы посчитать расстояние между кончиками векторов, тебе надо посчитать длину разницы двух векторов. Так, 0,3 согласен, сюда 0,3, сюда 0,4, отождаем минус 0,1. Итого косинус равен, чем нет? Минус 0,1 длина квадрата 0,7. Что, косинус от минус 1 до 1 вышел? Да. Да. Вот, косинус получился. Спасибо, Саша. А что произошло, если бы он вышел за... А он не может. На гитаре можно сказать, что вот если я буду мат ожидания WZ делить на мат ожидания W в квадрате, то, ну, более низ, это никогда не получится. Это уже есть, вот как... Да, это будет гарантировать, что никогда не получится. То есть, если мы задали скалярное произведение, если оно обладает свойствами скалярного произведения, то на выходе вот здесь всегда будет получаться 1,2,2. Вот. Хорошо. В принципе, здесь основные свойства будут выполняться. Да, понятно. Ладно, все. То есть, мы можем перечислить эти свойства, просто как-то не хочется очень далеко уходить. Вот. Хорошо. В геометрии 2 посчитаете длину W и косинус W и Z? Ну, или можно вкусно попробовать. Давайте порассуждаем. Длина W это будет что? Вариант Варианс. Это будет дисперсия, согласно? Ну, ковариация самого самим. Это только не Варианс, а корень из Варианса. Ну, потому что это квадрат длины, это будет Варианс. Правильно? Поэтому, на самом деле, во второй геометрии она такая совсем простая. Сигма W это и есть длина W. А косинус во второй геометрии это что? Корреляция. Корреляция. Конечно. Корреляция это косинус угла между случайными величинами. Это корреляция между W и Z. Все могут посчитать корреляцию, да? Не будем тратить или нет? Ну, как табличка 2 на 2, считаешь дисперсию. Окей, хорошо. Тогда упражнение 2. Сформулируйте теорему Пифагора. Если бла-бла-бла, то как вы будете с теоремой Пифагора в школе? А если угол 90 градусов, то сумма квадратов в кассе равна квадрату? Да. Давайте сформулируем теорему Пифагора в школе. Если у нас угол равен, ну не знаю, угол, вот этот вектор А, этот вектор В1, этот вектор В2, и угол тут прямой. Если угол В1, В2 равен 90 градусу, то чего? Ну, у меня В1 и В2 это катеты, правильно? То длина В1 в квадрате плюс длина В2 в квадрате, а то почему? Правильно. Правильно. Ну, а теперь вместо В1, В2 пишем случайные величины, длину считаем вот по этим формулам. Ну, что получится, соответственно. Давайте сформулируем, кто может сформулировать в первой геометрии. Как мне... Смотрите, чему должно равняться скалярное произведение, чтобы угол равнялся 90 градусов? Ну, в нулю. Все, в первой геометрии будет формулироваться так. Если мат ожидания от х на у равно нулю, то что? Длина В1 это что такое? Мат ожидания от чего? Х квадрата. Мат ожидания от х квадрат плюс длина В2. Это что такое? У квадрата. Мат ожидания от у в квадрат равно мат ожидания от чего? От х минус у в квадрате. Ну, как так не узнается? Ну, вот теперь. Ну, может, каждый год раскрыть скобки. А еще квадрат зависит. Нет. Мат ожидания от... Это же мат ожидания... Ну, смотри, это же... Если я тут ставлю выболь В2В, то искренне плюс В2В, это искренне. Да, там у нас просто длина в квадрате. Ну, нет, длина в квадрате. Только длина в квадрате. Это уже. Да, то есть, если я потерять длину, то это корень из скалярного произведения. Думально? Да. Хорошо, давайте сформулируем второй. Вот, второй геометрии. Если... Значит, если что? Если угол прямой, то есть, если что? Ковариация. Если ковариация между Х и У равна нулю, то чего? Вариация от Ха... То дисперсия ИХ плюс что? Плюс дисперсия ИК равняется чему? Дисперсия ИКС минус ИК. Правильно? Да. Чистая водитель Олимпифагора. Только надо правильно создать ген Вилка. Вот теперь можно сказать, йо-ма-йо, водитель Олимпифагора. Нет. Почему? Это свойство вариаций. Нет, только они. А, это все не так выводятся? Нет. Нет, ну можно выводить по-разному. Можно просто нормально раскрыть скобки и сократить, да? А можно сказать... Это правило вариаций, которые могут быть. Да, это правило вариаций, чем три курса. Это вот отсюда, да? Я отвечаю. Ну, смотри, вопросы для каждого техника можно по-разному. Мы привели пример одного доказательства. В школе мы доказали, что теорема Кифагора верна, применена ее к этому случаю. Вот она верна. Это, соответственно, частный случай теоремы Кифагора. Есть такое доказательство, которое опирается на школьные факты щелоков. И в школе, когда теорема Кифагора. Можно просто банально раскрыть скобки. То есть вот здесь перейти к квадратным дожданиям. Здесь это сделать, здесь это сделать. И там все сокращается. И останется более равным. Это второе доказательство. Это как бы оно показывает некий геометрический смысл. Ну, там прикольно. А можно интересно выбирать еще, если, например, я хочу задать такую геометрию, как бы, типа, варианс, например, геоматруда, как-то геоматруда, как-то геоматруда, или что-то будет визуально. А что ты хочешь задать еще раз? Типа расстояние, ну, типа, между... В... не расстояние, а... Ну, да. Либо, например, в скалярное произведение, когда вы говорите, да? То есть, скалярное произведение, да? Но варианс не всегда. Это не к варианту. А что, значит, варианс бывает у одной из случаев, а к варианту с между двумя? Нам надо сказать скалярное произведение между двумя, а потом надо... Нет, нет, я не верю, я писала, что это корреляция, я только на файл. Можно ли написать здесь корреляцию между W и Z? Ну, смотри, ответ, к сожалению, нет, потому что есть некие требования к скалярному произведению. Можно взять любую. Но она каким свойством должна удовлетворять? Скалярное произведение... Скалярное произведение должно удовлетворять каким свойством? То есть, можно вообще взять что угодно, но обязательно надо. Первое свойство должно быть линейной, то есть скалярное произведение от V1 плюс V2 с W должно равняться V1 с W, плюс V2 с W, любое, но это свойство должно выполняться. Второе требование, которое должно выполняться у скалярного произведения, скалярное произведение между W и W должно быть то же самое, что W и W. Так, и что еще там нужно выполняться? Я забыл так, с кодом. Значит, линейность и равенство нулю, да? То есть, сейчас, третье свойство, что... Я бы в этом-то не больше, да? Ну, то есть, это не надо. Да, не надо. Да, W с W должно быть больше либо равно нуля, и еще одно требование, что четвертое, что W с W должно равняться нулю, тогда и только тогда, когда само W равняется нулю. Ну, и на самом деле, здесь мы как бы обнаруживаем, что у нас не совсем скалярное произведение. Ну, потому что первое свойство здесь выполнено, второе выполнено, третье выполнено, а вот четвертое, в принципе, если случайная величина принимает значение 5 с вероятностью 0 и 0 с вероятностью 1, да? Можно такое случайное величину придумать, то у нее, конечно, матрождание любое будет 0, но она вообще, сама говоря, не совсем 0. Ну, этот нюанс можно обойти, сказав, что давайте такие случайные величины мысленно подменять на нулевые, и тогда все будет хорошо. Что значит у меня с ней? Ну, подменять, это означает, что вот у нас есть, ну, смотри, мы скажем, что есть случайные, ну, наша геометрия, она не отличает, то есть наша геометрия, она на самом деле некоторые случайные величины не различает. То есть если у меня есть случайная величина z, равномерная от 0 до 1, и случайная величина z стильной, которая равна z, если z не равно 0,5, которая равна 42, если z равняется 0,5. Просмотрим такую z стильной, которая чуть-чуть отличается от z. ты согласна? Да? То есть z равномерно на 0 до 1, а z стильной это либо z, а вот если бы 0,5, то тут она при различине 42. Вопрос такой, какова вероятность того, что z равно z стильной? 1. Ну, это вероятность того, что z не равно 0,5, и это есть 1. Правильно? Но, тем не менее, это разные случайные величины. Правильно? Да. То есть вероятность того, что они идеально совпадают 1, но это разные случайные величины. И вот наши геометрии, они такие случайные величины не отличают. То есть они считают, что они рисуются одним вектором. Ну, как бы у них одинаковые, потому что ни на одном от ожидания такая замена не повлияет. Поэтому на самом деле наша геометрия, она делает вот такие величины, слипает их в один вектор. То есть если рисовать в нашей геометрии z и mod и z стильтой, то они будут иметь одинаковую длину. Они будут образовывать одинаковый угол с любой другой случайной величиной. И поэтому можно говорить, что на самом деле это скалярное произведение, оно не отличает вот эти случайные величины, но если вот слепить все случайные величины, которые не отличимы от z, ну как бы в одну слепить, то на них это задает честное скалярное произведение. То есть формально, с математической точки зрения, это скалярное произведение на класс эквивалентности случайных величин, не отличимых между собой, там, с скалярностью один. Ну, как бы в этом, в таком деле, если бы... Корреляция на сферном досочке будет скалярная решена? Да. У корреляции у нее нет линейности. Окей. Это правда. Но можно... Что можно сделать? Ну, может, потом где-то единственная функция, конечно, требовала бедным средством. Так. Окей. Геометрия есть. Домашнее задание. Надо взять факт из геометрии, из школьной, и перевести его на вот этот язык. То есть записать его в первой геометрии, во второй геометрии. Любой факт упадет. Если мы откопаем чего-то классное и нетривиальное, ну, потому что вот это ну, более нелегко доказывать. Заскрываешь скобки, да, тут получается x квадрат плюс y квадрат минус 2 x y, да. 2 x y мы должны иметь. Это как бы и так очевидно. А вот автору утверждения, которое... Ну, которое так думаешь, в теории вероятности думаешь, вообще, как это доказывать-то, да? Ну, хочется найти какой-то красивый факт, который в теории вероятности вообще непонятно, как доказывать. А там все понятно. Это следствие, теорема, полеции или там, то, что это угол опирается на том момента. Ну, что, понятно? То есть, поищите, я думаю, что вы можете провести фантазию, можно потом колонне запиливать задачами, а слабо теперь. Так же? Смотрите, ну, например, например, какие-то вот красивые факты, где вы можете... Вот, смотрите, я возьму случайная величина x, которая принимает значение 1 и минус 1 с вероятностью там p, 1 и минус p. Вот возьму такие случайные величины. Это не конкретная случайная величина, а много. Например, x принимает значение 1 и минус 1 с вероятностью 0,2, 0,3. А другая случайная величина такого типа, она принимает значение 1 и минус 1 с вероятностью 0,7... Ой, что-то я рунду сказал. 0,5, 0,5. Вот. Другая такая с черненьючина, она принимает с другими. Окей? Если, например, посмотреть на первую геометрию, то все эти случайные величины, у них же матрождание квадрата 1, правильно? Значит, все эти случайные величины лежат на сфере. То есть, эти случайные величины образуют такую вот такую сферу, они образуют ежика. Еще раз. У них, у этой длина 1, правильно? У этой длина 1, какой бы п я ни взял, длина 1. А что это такое за случайные четверо образуют длину 1? Почему не воспитывают? Ну, то есть, там, может быть, кого-то пропускают со сверху, но тем не менее... Витомоним. То есть, интересно подумать, попробуй нарисовать... Почему? Не-не, я говорю, что длина сложно представить в уме, то есть, это как-то не представляется между случайными величинами. Ну, как, ты рисуешь их с стрелочками? Просто надо при выручке рисовать случайные величины стрелочки. А что вы все решаете? Ну, не знаю, я как-то не как стрелочки вот так выскажала. Не-не, надо именно стрелочками рисовать. Ну, как, вот это одна случайная величина, вот это другая. То есть, еще раз, они от фонаря рисую стрелочки стрелочки нет ничего случайного когда мне за случайно конкретно я точно знаю длину точно знаю косинус любой другой случайно чем то есть скорее бы расположение стрелочки зависит от вероятности ну соответственно если тогда говорить о условном матаже дали мы поняли эту мысль а давайте такое упражнение упражнение в рамках в рамках геометрии 1 в рамках геометрии 1 найдите найдите проекцию проекцию случайной величины x 2 7 0 3 0 7 вот есть такая случайная величина в рамках геометрию в рамках геометрии 1 найдите проекцию вот такой случайной величины x а на множество на множество констант книги первый шаг уже будет условно это ничего пока не условно это будет совсем это проекция в этой геометрии 1 задание до проекции вот это попробуем проекции как вообще подступиться сначала разберемся что такое множество констант но это вот все действительные числа правильно дальше как искать проекцию мы знаем что в школе можно искать проекцию двумя амки можно прямой угол перпендикуляр опустить правильном а второй каковый способ минимизировать расстояние вот эти проекции либо перпендикуляр опустить либо минимизировать вот хорошо каким путем пойдем будет перпендикуляр опускать не будем расстояние Хорошо, давайте поминемизируем. Чему равно расстояние от какой-то константы мю до случайной величины х? Ну как? Нам, чтобы посчитать расстояние от одной случайной величины до другой, надо посчитать длину их разности. Есть у вас одна случайная величина, это константа мю, другая случайная величина, это случайная величина х. Как посчитать вот это расстояние? Надо посчитать длину х-мю, правильно? Вот он, х-мю, это и есть длина х-мю, правильно? Ну как мы считаем длину х-мю? Матраждание от чего? Это есть матраждание от х-мю в квадрате. И мы должны это проминемизировать очень умножко. Мы подбираем какую? Помимо минимизируем, правильно? Минимизируем, помимо. А метрику мы тоже можем по-другому задать, если я не знаю? Мы можем работать в рамках, у нас пока две геометрии, можем в геометрии два найти. Вот здесь мы, конечно, уже в дисперсии минимизируем. Да, здесь, ну не совсем дисперсию. Мы минимизируем, вот в дисперсии здесь все-таки уже стоит, ну лучше было не минус, как минус срабатывает рефлекс, что это уже мат ожидания, да? То есть мы напишем с, да, чтобы рефлекс, что это мат ожидания не срабатывал. Таким, с лучше, да, минимизируем, да? Минимизируем, ну как минимизируем? Ну раскроем скобки, правильно? Получим E от X квадрат плюс C квадрат минус 2C E от X. Надо минимизировать по C, правильно? То есть мы выбираем такую константу, которая ближе всего к случайной величине X. В каком смысле? В смысле вот длина поменьше, да? Ну как найти минимум? Кто-нибудь помнит способ найти минимум? Можно продифференцировать, но можно, в принципе, параболу, формулу вершинки параболы С со звездочкой минус B на 2А. Минус B на 2А. Это 2E от X, правильно? 2E от X делить на 2E от X. Мы доказали, что в рамках геометрии 1, если нарисовать множество константов, то есть это 0, это 1, это 2, это 3, это минус 1, это минус 2. И в этой геометрии нарисовать случайную величину X. Нарисовать случайную величину X. 4, 5, 6. Это множество константов всех. Если нарисовать в рамках этой геометрии вот эта случайная величина X, а после этого найти проекцию вот этой случайной величины на эту прямую, то я попаду в какую точку? Попаду в точку E от X, которая равняется 0,6 на плюс 49, 55, да? Просто 55. 5 и 5, да? Что-то не так. И где-то же X. 49 плюс 6. То есть оказывается, что в этой геометрии если спроецировать случайную величину напрямую, на которой лежат обычные числа, получается моножидание. Понятно? Понятно? Вот. И поэтому, если вы понимаете, что на случайных величинах есть геометрия, то все на самом деле становится очень просто. Тогда условное матожидание, то как, вот что мы подразумеваем под этим? Это мы взяли все функции от X, взяли все возможные функции от X. X квадрат, X, косинус X. Это случайные величины. Мы случайные величины рисуем стрелочками. Не знаю, 1 на какой-нибудь октангенс X квадрат плюс 17. Это тоже стрелочкой рисуем. А дальше есть случайная величина Y. И мы находим самую ближайшую, в каком смысле самую ближайшую? А вот у нас есть понятие, у нас есть расстояние, значит у нас есть понятие ближайшее, кто поближе. И раз мы умеем считать расстояние, значит мы можем сказать, какая из этих функций ближе к Y. Это вот Y при условии X это самая ближайшая из всех. А на событие когда так вот? Блин, ну что же с меня сегодня с русским языком? Как это будет тогда? В смысле события. Это случайные величины? Нет, я говорю на событие. Если мы возьмем условное ожидание при условии какого-то события, то мы можем так же это? Там же получается, мы можем рассмотреть так же. Там же не случайные величины. Там не случайные величины, там в констанции получится. Да. Обсудим этот вопрос, давайте какое-нибудь упражнение дадим. Поскольку вы умеете... Давайте какое-нибудь упражнение. Значит, вот у меня... Ну, во-первых, про геометрический факт. Во-вторых, пусть у меня дубль В, а тут Z. Пусть ZB принимала. А давайте ту же возьмем. Дубль В к изначения принимала. 0,1. А Z принимала значение... 1, минус 1. Героятно, сколько были, по-моему, 0,2. 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5, да? 0,4. Да, согласен, 0,4. Вот, хорошо. Попробуйте найти, вот руководствуясь этой идеей с геометрией 1, то есть вот в рамках геометрии 1 вот эта штука, она легко интеркредировалась. То есть она пока не совсем понятен конструктивный способ, а как найти такую функцию от W, которая бы была всеми всего похожа. Попробуйте все-таки вот в рамках этой задачи найти E от Z при условии W. То есть, еще раз, надо найти такую функцию от W, которая была бы сильнее всего похожа на Z. Тут вроде как понятно, как искать. Поскольку W принимает всего два значения, 0 и 1, согласно? То любая функция от W, она тоже может максимально принимать два значения. Если W принимает два значения, то любая функция от W от W, 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 тоже может максимум два значения принимать. Может одно, если не совпадает. Вот, соответственно, нам найти такую функцию от W, которая в рамках этой геометрии была бы сильнее всего похожа на Z. То есть, ну, надо предположить, что эти значения это A1 и A2 и минимизировать мы от ожиданий по этим двумы значениям A1 и A2. И это способ нахождения E от Z при условии W. Хорошо, значит, на сегодня все. Вот, задание 2. Вот это... А, кстати, я сейчас забыл спросить, чего RStudio в Латех установили? Да, какие проблемы? Да. Потому что, грубо говоря, если я там скажу, в следующий раз приносим, то мы принесем? Да? Ну, хорошо, тогда все-таки в следующий раз еще не надо компом, а через раз, я думаю, что надо. Нормально? Нормально? Давай. Все.